Очень интересно с переводчиком, я уже один раз свидетельствовал, говоришь слова и размышляешь над ними, мне очень понравилось, спасибо, мы когда были в Донецке, в нашей церкви, я задавал себе вопрос, никогда не мог понять, церковь большая, около 200 человек, начинается прославление, я наблюдаю такую картину, полный зал, а перед залом холл, и вот там была такая группа людей в холле, почему-то когда было прославление, человек 30 или 40 уходили в этот холл, и просто разговаривали, меня это всегда бендежило, забываю уже русский слов. Заканчивалось прославление, эти 30-40 человек заходили в зал, а человек 50 еще уходили из зала, и там опять в холле начинают, и после того, 50 человек, други бежи, излизах и говориха, помежду си, но я общался с этими людьми, я говорю, как вы их разделяете? И Питер, за что такое разделяете? Мне первая группа людей говорила, мы не любим прославление, и первая группа на хора, мы любим проволение, мы любим слово, другая группа людей говорила, что, ну и вот такие, такие были дебаты, и такая наша дебата, а что более, ну, важнее? Кое по-важному? Прославление? Хваление там? Или слово? Или слово там? И вы уже поняли, эти две разные группы людей, говорили разное. Но я думаю, мы все считаем, что и прославление, и поклонение, и проповедь, это все важные части службы. Я поделюсь буквально минут 5-7, 10-20, я хочу говорить о поклонении, потому что я поклонник. За что ты сам поклонник? Поднимите руку, кто поклонник? Дегенерится, какой-то поклонник. Слава Богу. А кто музыкант? А кто и поклонник музыкант? И какой-то поклонник музыкант. Слава Богу, я не музыкант. А ты не музыкант? Я поклонник. А сын поклонник? И знаете, в детстве, когда я был маленьким, И в детстве, когда я был маленьким, И в детстве, когда я был маленьким, Я жил в двухэтажном таком общем доме. Живеем в однако, что с два этажа. Ну, у нас они называются Сталинки. При нас тут вас не называют Сталинки. Мне мама, ну, собирались, ну, две лавки такие большие. А собирались, ну, две пейки. И собирались соседи все. Местички соседей двух. И мне мама выносила табуретку. Майками давала шестонос толча. Давала в руки скакалку вот этой девочке. Нам пришли вожей цель заскаченный. И я брал вот эту пластиковую часть в руки. И взял пластмассовую часть в рцетесе. И пел песню Юрия Антонова. И започил ДТФ с Антона Юрия Антонова. Под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Оказывается, я не знал, это была интерпретация 90-го псалма. Но каждый из нас, я думаю, знает, что с самого детства Господь с такой тонкой линией вел к своей встрече с Ним. И я пел эту песню и что-то переживал. Потом был вечер. И я шел кататься на качеле. И у меня была одна игра. Качеля, когда внизу. Я смотрю на землю, на соседи. И я кричу, этот мир. Когда поднимаюсь вверх, я смотрю на звездное небо. Я кричу, новый мир. Я не знаю, почему я так делаю. Когда Господь меня привел к себе. Все эти моменты соединились в моей жизни. И чьи-то эти моменты сосоединили в мой живот. Соединилось все. Сучку все соедини. Соединилось, когда в армии, я говорил это слово свидетельствия. В армиях в армии. Когда я в первый срок службы. И первый срок на службу, да. Когда я хотел у соседа. Как ты сказал, вот, свой сосед? Ну, украсть чуть-чуть крема. Ну, открадно, мало крема. Чтобы ему сапоги. Сюда, вычтите свои убавки. Мне попал в руки. Вратец не попаду. Православная молитва слов. Православная молитва слов. Там была первая молитва, отче наш. И там, и машина была молитва. Вот это наш. Времена были тяжелые. И время-то было достаточно тяжко. Очень была жесткая дедовщина. И немножко издевательств. И я первую эту молитву прочитал. Прочитал, кстати, первую молитву. Тогда я еще не знал, что это такое. Я почувствовал, как Дух Святой просто наполнил эту казарму. Я встал плакать. И в мое сердце излилась такая любовь. Тогда я еще не понимал, что это за чувство. Но мысль была такая, что Если бы сейчас в казарму зашел дедушка, Старослужащий, Я бы его в высинку расцеловал. Такая любовь излилась. После этого момента служить стало намного легче. Я выучил молитву отчина. Читал ее перед сном. Утром. И сердце мое наполнял Господь. И мое сердце излилал Бог. Я верю, что В это сложное время Поклонение нашему Господу Соединение вместе с Ним в одном Духе Это очень важная часть. И, конечно же, когда Мы говорим о поклонении Сразу же мы вспоминаем историю Когда Иисус Встретился с женщиной Самарянка Возле колодца Я не буду читать Дословно эту историю Что-то буду пересказывать Я ее очень много раз Перечитывал Но когда последний раз Я читал эту историю Дух Святой Как бы намекнул Говорит Посмотри на эту женщину Самарянку Как на примере Его возлюбленной церкви Возлюбленной невесте Знаете, так стало интересно Конечно, первое, что Ну, все мы прекрасно знаем Что женщина эта пряталась Разберется, что Знаем, что та жена Сейгрила Она пришла в самую шару Кого Чтобы ее никто не видел Никуда не я видел Каждый из нас переживал В своей жизни Такие времена Когда мы не можем Делиться Евангелием В силу разных причин Особенно сложно Делиться Евангелием Где идут гонения Мы это переживали У колодца сидел Иисус Который попросил женщину Дать ей пить Когда она включила Сарказм Иисус говорит Если бы ты знала Кто говорит с тобой Я бы тебе дал воду живую И ты бы не жаждала вовек И не может дать им нужды Их бы Потом И после Иисус говорит ей Позови своего мужа Она говорит У меня нет мужа Иисус говорит Правду ты говоришь Истинно Истинно Те пять мужей Которые у тебя были Не были мужьями И шестого Которого ты имеешь Сейчас Тоже не можешь Это ты истину Сказала Тут женщина Самарянка Решила пообщаться С Иисусом На религиозной теме Она говорит Ну помните Вот вы говорите Что мы должны Поклоняться здесь А вы говорите Что вы должны Поклоняться вот здесь То есть она попыталась Так Порассуждать в теме О которой я думаю Она не до конца Понимала Иисус ей отвечает Расширенный перевод Мой Послушай драгоценное Не важно В какой церкви Ты сейчас поклоняешься Не важно В какой церкви Ты сейчас поклоняешься Не важно Какое у нее название Старая самаритянка Старая самаритянка Или Новый Иерусалим Или Новый Иерусалим Но отец из себя Ищет поклонника Но Поштат То есть Поклоните По всему миру В цели Азбат Которые будут Поклоняться отцу В духе и в истине В духе и сознание И что-то с женщиной Произошло Вы помните Что я сказал Давайте Давайте посмотрим На женщину Самаритянка Как на прообраз церкви И я чуть возвращаюсь Назад Иисус говорит Ты имела пять мужей И шестой Который сейчас Он не муж И для меня Это звучит Сейчас Как прообраз Что церковь божья Невеста Иисуса Христа Она как бы Была затеряна Между разного рода Учениями Между различными Видами учения Возможно И правильными Учениями Но которые Не до конца Могли бы ей дать Именно вот это Вот замужество Именно вот эту Заботу Иисуса Как жениха Как мужа И он говорит Ты шестой Не муж тебе И он как бы Говорит Невеста моя Церковь моя Я седьмой Цифра семь Это семерка Это божественная полнота И он говорит Я твой муж Помните Как он ее спрашивает Позови мужа твоего А внутри говорит Я твой муж Самаритянка Я твой муж И что-то она пережила Когда Господь Сказал о поклонении И она помните Побежала в город Я думаю Знаете Что она кричала Я выхожу замуж Я выхожу замуж Потому что Мой Господь Мой супруг Он грядет И знаете Когда мы В Мариуполе Сидели под бомбежкой Мы читали книгу Женщины золота Я не буду Долго говорить Там В 50-х 60-х годах Бог призывал Группу женщин На служение Даже в 40-х И Господь приходил К этой женщине Она ему говорила Господь Ну как молиться Сейчас война идет Вторая мировая война А Бог ей отвечал Я хочу Чтобы ты соединялась В единстве С самой И Когда мы сидели Под бомбежкой Нам было чуть-чуть Страшно Но рядом был Наш возлюбленный И когда нам Становилось Особенно страшно Мы кричали С нами ничего Не случится Потому что Мы выходим замуж Мне как мужчине Не стыдно Говорить Я выхожу замуж Мой возлюбленный Глядет И поэтому Мы сейчас будем Прославлять Нашего драгоценного Нашего возлюбленного Драгоценный отец Мы славим тебя И мы превосносим Твое святое имя Мы собрали Мы собрали здесь Тело Твое Невеста Твоя И мы Приготовляем себя Для встречи с Тобой Драгоценный Господь Наполни прямо сейчас Наши сосуды Твоим маслом Чтобы Все дни До Твоего Пришествия Мы были Разумными Девами Чтобы мы Исполнялись Этим Помазанием Этим Единением С Тобой Господь Мы славим Тебя И превосносим Твое Святое Имя Аминь Аллилуйя Аллилуйя Слава 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 Субтитры сделал DimaTorzok